Бескорыстные отношения с Богом Тебе может быть вот позарез нужен некий дар от Бога Вот правда нужен и так Богом задумано И ты можешь его требовать просто ну вот 24 часа в сутки, ночами, значит земные поклоны, часами, все что угодно И правда Бог тебе хочет это дать Но пока ты не скажешь, ну ладно, не хочешь не надо Хочешь давай, не хочешь не надо Пока ты не согласишься от глубины души, чтобы было действительно не как я хочу, но как ты Ничего не получится Ничего не получится, это ужасно обидно Понимаете, тоже мы часто обижаемся на то, что ну вроде вы знаете, сколько там прочитали канонов, акафистов Ну вот все остальные молитвенные поэзии, которые слава Богу православная традиция накопила для нас с вами Огромное количество, огромное Огромное, и вот мы всем этим пользуемся одно за другим, одно за другим уже там Дети три дня не кормлены, посуда неделя не мыта, а мы все вот так И ужасно огорчаемся и обижаемся на Бога, когда не получаем желаемого Ну ты попробуй, во-первых, замолчать, а во-вторых, согласиться не получить Да, согласиться не получить Духовная жизнь, таким образом, это жизнь, в которой отношения с Богом существуют ради самого Бога А не ради каких-то других результатов, которые могут быть, могут не быть Еще что касается результатов, тоже, мне кажется, очень важным Раз уж мы упомянули о немытой посуде Как правило, все-таки ее приходится мыть каждый день И ужасно обидно, когда следующим вечером она опять накопилась Жена моя когда-то обратила мое внимание на этот факт Значит, пошутив на то, что ну вот, опять посуда, опять надо мыть Я думаю, что это отличный пример того, что такое христианское самоусовершенствование И христианская аскетика Это вовсе не возрастание по ступенькам, когда потом у тебя самоочищающиеся тарелки Нет, это упорство в том, чтобы все равно их мыть Все равно день за днем побеждать в себе павиана Знаете, да, что у нас шимпанзе 98% общих генов Нравится нам это или нет, как бы мы ни относились к этому факту Но они общие Вот, и победить в себе эти 98% Ежедневная аскетическая задача, аскетический труд Который, наверное, мы можем, надеяться, закончить Только в последний день своей жизни Вот, и тогда действительно уж ты останешься смытой посудой или нет Дело не в том, что можем путем каких-то усилий Достичь такого состояния, чтобы дальше этих усилий уже не нужно было прикладывать И мы не это, как результат, можем надеяться от Бога получить Потому что, насколько я могу себе представить Он скорее склонен быть рядом с нами в этой нашей ежедневной борьбе Чем избавить нас от нее вовсе и навсегда Понимаете? Тоже вот в сегодняшней ситуации Наверное, разумнее было бы, чтобы Бог включил глобальное потепление И снег больше никогда не падал И было сухо и чисто Но жизнь устроена по-другому И он солидарен с нами в этой нашей ежедневной борьбе В наших взлетах и падениях А не переделывает нас, говоря, что-то такое с небес Кребли-корабли-бум И это замечательно, потому что это простые очень вещи, с которыми ты сталкиваешься каждый день И в которых Господь Иисус рядом с тобой действительно всегда И у тебя всегда есть возможность сказать Я этого не могу Вот того, что ты... Той задачей, которую ты пределами ставишь Простить обидчиков Или сделать для других что-нибудь полезное и бескорыстное Я этого не могу Ну помоги мне, помоги мне, будь со мной Мне кажется, тоже удивительная радость, что он не бросает нас в этом И не ожидает, что ну вот ты когда там усовершенствуешься, тогда приходи По-моему, это очень здорово Теперь, в этих отношениях с Богом Есть три очень важных слова Которые мы часто... Ну не то, чтобы забываем, но они нам не нравятся Это слушать, слышать и слушаться Слушать, слышать и слушаться Ну потому что Удивительным, загадочным образом Как правило, попытки людей построить свою духовную жизнь Основаны бывают на чем угодно Кроме того, что говорит Иисус Это очень небезобидная вещь Очень небезобидная, понимаете Потому что Честно говоря, я сомневаюсь, что можно доверять кому-нибудь еще кроме него Мне в том числе Обратить внимание, да Все мои слова тоже надо перепроверять тем, что говорит он Слушать Иисуса Вещь очень важная, нужная Понимаете Наши братья, меньшие протестанты Как бы ничего другого, кроме Священного Писания в своей форме Духовной жизни пытались не оставить Тоже ничего хорошего не вышло Из того, что я говорю о слове Христа Вовсе не следует, что вся остальная православная традиция Там не нужна или плоха или вредна Вовсе нет И опять-таки Пятьсотлетний опыт протестантов Судействует на нам о том, что Тоже как бы выкинуть все остальное Оставить Соло скриптура Как по латыни это выражается Тоже ничего хорошего не получится Но Помните, что он сам говорит про фундамент Про основание Про камень и песок На чем мы строим свои здания Мне кажется, это очень важно Следующий момент О котором тоже, мне кажется Для духовной жизни необходимо помнить То, что мы слышим Вовсе не всегда то, что он хочет нам сказать А то, что нам удобнее слышать И это тоже ежедневная работа По прочистке мозгов Критическое мышление Помните, по-моему, Галилей сказал Я не могу поверить, что Бог дал нам разум А потом запретил им пользоваться В отношении духовной жизни Это справедливо Еще больше, чем в отношении астрономии Тут Галилей был абсолютно прав Бог дал нам Вот всю полноту наших даров В первую очередь критическое мышление Именно для того, чтобы мы Пользовались им Для того, чтобы мы Трудились понять Услышать, что он Действительно хочет нам сказать Но не бывает веры без сомнений До тех пор, пока ты не попытаешься Критически мыслить об этом Ну, это будет что-то другое Ну, кроме того Вы же понимаете Он сам предупреждал нас О том, что Желающих подделать Его самого Его присутствие в нашей жизни Его учения и так далее Найдется предостаточно Желающих сказать, что Вот это я Следуйте за мной Слушайте меня Наблюдайте за собой Как вы слушаете Говорит Иисус И я думаю Что в первую очередь Эти его слова Подразумевают Именно критическое Осмысление И сопоставление Того, что Мы Слышим от него Из того, что Мы пытаемся Понять Да как Мы пытаемся Понять его слова Тоже Не вдаваясь В лишние подробности Я должен сказать Что Здесь богатство Нашей культуры Оказывает нам Без сомнения Медвежью услугу Потому что Каждая эпоха Понимает То, что Говорит Иисус Во-первых На определенную Долю И не надо думать Что наша эпоха Будет понимать На сто процентов Нет Просто там Наши пятьдесят процентов Будут не теми Пятьюдесятью процентами Которые были там Я не знаю Тысячу лет назад Но все-таки И очень часто Очень много Такого Очень человеческого Что привходит В нашу жизнь Из культуры А не От Бога Это далеко Не всегда Одно и то же И поэтому Здесь тоже Важно Задумываться И Наконец Третий компонент Духовной жизни Который тоже Очень важен Это Слушаться Слушаться Того Что от Бога Понял До чего Вы достигли Так и должны Мыслить И по тому Правилу Жить Выражается Апостол Павел В одном Из посланий Из Уз Кажется Мне Что к филипийцам Ну тут Вот Сейчас могу Ошибиться Значит До чего Вы Доросли Да Вчера Читали о Мере полного возраста Христова На литургии До чего Вы доросли Вот так Надо Думать И по этому Правилу Жить И здесь Трагическая проблема Заключается В том Что если мы Посмотрим На свои попытки Организовать Свою духовную жизнь Мы увидим Что В них Очень много Такого О чем Иисус Вообще говоря Молчит Понимаете Умолчание Евангелия Темы Которые Там Не обсуждаются Вещь тоже Очень важная Мне кажется Бросаются В глаза При Попытке Посмотреть На Евангелие С одной стороны И на нашу Современную Там Практику Может быть Культуру Религиозную Да И увидеть Насколько Центральное место В культуре Сегодняшней Православной Занимает Вещи О которых Иисус Молчит Почему Может быть Просто Это Как-то Маловажные Вещи А что-то Другое Важно Вот Слушаться Бога Все-таки Невозможно Выключив Голову Это Создает Трудности С одной Стороны А с другой Стороны Мне кажется Внушает Оптимизм Потому что Бог ведь Не Хочет Часть Человеческого Существа Он хочет Каждого Из нас Целиком Вспомните Что говорит Слово Божье Возлюби Господа Бога Твоего Всем Черцем Твоим Всей Крепостью Твоей Всем Разумением Твоим Да Вот Одно Без Другого Без Третьего Невозможно Следующий Момент Который Тоже Создает Изрядные Проблемы Для Нашей Духовной Жизни Заключается В том Что Нам Не Очень Хочется Видеть Иисуса У себя На Кухне Поэтому Мы Очень Старательно Выстраиваем Некий Барьер Того О чем Мы готовы С ним Разговаривать И о чем Не готовы Того Что В нашей Жизни Мы Предъявляем Богу И чего Не предъявляем По разным Причинам Либо Потому Что Хотим Там В этой Сфере Властвовать Самим В отношениях С ближними Особенно С детьми Наши Дети Не говорим Это твои Дети Которых Ты дал Нам поддержать Наши Дети Мы Сами Или Там Работа Тоже Сфера Профессиональных Интересов Огромное Количество Кстати Обратите Внимание Христиан Предпочитают Стать Социальными Аутсайдерами Лишь бы Только Не Предъявить Богу Сферу Своего Профессионального Призвания Это Это Одна Из Тоже Очень Серьезных Неправд Нашей Духовной Жизни Потому что Призвание От Бога Человек Чувствует В первую Очередь Именно Главным Образом Как Профессиональное Как то Куда Бог Предлагает Тебе Прилагать Свои Силы Да Или Что Вы Думаете Что Профессиональные Склонности Интерес Желание Чем-то Заниматься То что Люди Называют Призванием В обыденной Жизни Он Оно Откуда-то Приходит Из инферальных Сфер Нет Конечно Конечно От Бога Но нам Кажется Что это Недостаточно Возвышенно Сейчас В этом Смысле Менее Остры Проблемы Хотя Вот там 30 лет Назад Это была Ужасная Проблема Когда Огромное Количество Людей Талантливых Призванных Богом К реальной Деятельности Либо Не могло Воплотиться Реализовать Это Божье Призвание В той жизни Какое Имело Место Либо Чаще всего Просто Не хотело И куда-то Вот Скрывалось Значит Следующий Очень важный Аспект Это Предъявлять Богу Ту жизнь Которая Сегодня Имеет Место Без Утайки Без Приукрашивания Понимаете Личное Присутствие Иисуса Подразумевает Что ты Не можешь В твоей жизни Ничего От него Спрятать Утаить Я буду Делать вид Что этой Проблемы Не существует Очень кстати говоря Аскетическое Упражнение Полезное Сесть В тишине И дать Дать себе Полчаса Завести Будильник И подумать О том Что я Действительно От Бога Скрываю Что я Не хочу Чтобы он Увидел В одной Из молитв Амвросия Медиаланского Есть Нет Все-таки Не процитирую Вам Наизусть Это не значит Что все остальное Принадлежит Нам А это значит Что все остальное Тоже Принадлежит Тебе Вот И вот это Приношение Богу Себя И своей Жизни Оно Без Правды Без Усилий По возможности Быть честным Просто Невозможно Просто Невозможно И этим Надо заниматься Каждый день Значит В этой Борьбе Победу Одерживает Собственно Не тот Кто Изначально Обладал Какими-то Большими силами Мы все Обладаем Силами Достаточно Малыми Не тот Кто выбрал Правильные Орудия И средства А тот Кто не сдался Тот Кто не сдался Тот Кто Говорит Ну хорошо У меня Ничего не Получается Но я Все равно Буду Думать О том Почему Не получается Буду Что-то Менять У меня Впечатление Что в Подавляющем Большинстве Случаев Когда У человека Возникает Уныние Отчаяние Фрустрация Ощущение Того Что Духовной Жизни Либо вовсе Нет Либо она Не удалась Связаны Именно с тем Что Средствами Ты пользуешься Неадекватными Тебе Сегодня Тебе Сегодня По совести Сказать Сказать Это Это Очень Трудная Проблема Потому Что Едва Легко Найти Кроме Иисуса Из Назарета Того Кто Ответит Тебе На вопрос А что Делать Да Допустим Я себе Сказал Средства Которыми Я пользуюсь Образ Молитвы Пост Поста Чего-то Еще Вот Видимо Они Не работают Наверное Что-то Надо искать Еще Что Именно Кроме Него Спросить Не у кого По моим Наблюдениям Чем больше Ты Пытаешься С этим Вопросом Приставать Кому-нибудь Кроме Иисуса Из Назарета Ну В общем Тем Плачевнее Результаты Особенно Если Ты Пытаешься При этом Голову Отключить Ответственность За нашу Собственную Духовную Жизнь Лежит Только На нас И больше Ни на ком Правда Это Несправедливо Отношение Мужа И жены И будут Двое Вплоть Единого Это Отдельная Песня Во всех Остальных Человеческих Взаимоотношениях Мы можем Друг другу Что-то Посоветовать Но Все равно Ответственность За свои Решения Необходимо Нести Самим По крайней Мере Это То Как следовало Бы Видеть Взрослые Отношения С Богом Поскольку Никому Из нас Не дано Молодеть Очевидно Что Наши Отношения С Богом Тоже должны Двигаться В сторону Более Взрослых Вот Мне кажется Чрезвычайно Конечно Важным То о чем Я уже Упомянул Нам Необходимо Учиться Перед Богом Молчать Слушать Означает Все-таки Заткнуть Внутренний Монолог К сожалению Одно из Драматических Как сказать Искажений Нашего Сегодняшнего Сознания Обыденного Заключается В том Что Долгие Повторяющиеся Молитвы Это Средство Уговорить Бога На самом деле Дело вовсе Не в том Что мы должны Произнести Некий Набор Слов Даже если Мы будем Очень искренне Его произносить Вдумываться Правда Тогда Если мы будем Вдумываться В каждое Слово Это займет Недели две Без остановки Но все равно Не в этом Дело А в том Чтобы Время Для Бога Выделить Время Время Когда Вот я к тебе Прихожу Мне нечего Сказать Я могу Только Вот За подол Твоей матери Держаться И Ну или За Иисусову Молитву Взывать К твоему имени К твоему Милосердию Да И вот моя жизнь Перед тобой Войди в нее И делай Что хочешь Как Авраам Рассек Тельца Костер Зажег И сидит И сидит И ждет И полночи Сидит И ждет Приди Понимаете Вот Прохождение Бога Пасха Прохождение Бога Через нашу Жизнь Через этот Мир Это вот Такое Явление Когда ты В полном Мраке Открыл Свою жизнь Как Внутренностью Этой жертвы Все свое Сердце Какое Есть Сейчас И последние Годы Уже масса Народа Говорит о том Что пост Это не диета А что-то Другое На самом деле Ведь понимаете Призвание человека Быть свободным Быть свободным От того Что порабощает Нас От наших Стереотипов От нашего Страха Который Действительно Сковывает И парализует Нас Нам нечего Бояться Потому что Иисус Искупил Нас Своей смертью На кресте В любом Случай Иисус Искупил Нас Мы можем Действительно Быть свободными От этих Страхов Если только Сами мы Не откажемся От него Да И от его Царства Он нас Не бросит Быть свободными От Многочисленных И многоразличных Зависимостей Которые Каждый Из нас Так или иначе Переживает В своей Жизни Проблема В том Что Для сегодняшней Жизни Пищевые Зависимости Имеют гораздо Меньшее Значение И вообще Для большинства Из нас Пост Строго Придерживается Той диет Которая Предписана Врачам Здоровых Людей Крайне Мало И Тех Кто Может Позволить Выбирать Что есть Знаете Пока ты Не потеряешь Возможность Спаститься Ты даже Не понимаешь Что это Такое На самом Деле Я говорю Об этом Потому что У меня Профессиональное Заболевание Диабет Как у Большинства Священников И далеко Не все Постное Можно Есть Тем не менее Вот Сегодняшний Пост В большинстве Случаев Означает В первую очередь Выключить Телевизор Выключить Телевизор И думать Своей головой Во-первых И во-вторых Думать В масштабе Досягаемости Характер Характерная Особенность Информационных Технологий Глобальности Заключается В том Что В центре Нашего Внимания Находятся Пингвины Атлантического Побережья Аргентины Вот Как им Трудно Там Наверное Трудно Не знаю Да Там Загрязнение Или охота Или что-нибудь еще Это Прямо Ах Люди Которым Ты можешь Жизнь Облегчить Оказываются На периферии В центре Что-то Совершенно Постороннее Это Не значит Что Там Никогда Не надо Я не знаю Смотреть Или читать Новости Хотя Голову Никогда Нельзя Выключать И в этом Случай Тоже Тем не менее Вот этот Мир Фейка Не настолько Интересен Чтобы Прямо Привлекать Наше Внимание Поэтому Для современного Христианина Пост В первую очередь Посмотреть На свою Жизнь С выключенным Телевизором Кто на самом Деле В центре Кто на самом Деле Нуждается В том Чтобы ты Сделал Его жизнь Легче Ведь на самом Деле Понимаете Христианская Нравственность В очень грубой форме Ну Понимаете Никто из нас Не призван Быть Хозяином мира Как один Ребенок Знакомый Говорил Да Но все Таки То К чему Бог Реально Нам Призывает Находится В той Сфере Которую Мы увидим Выключив Телевизор Потом Пост Кончится Ты его Включишь Посмотришь Поймешь Что Оно Того Не стоило И Вот Да Дальше Ну это Мой личный Опыт Честно Сказать Мой телевизор Стоит на балконе 15 лет Просто Потому что Он мне тяжел И он тяжел И мне его лень Выносить На помойку А Интернет Никуда не девается Это правда На самом деле Такими простыми Вещами Проблема не решается Это вопрос Выбора Да Пост То астетическое Делание О котором Вся православная Традиция Говорит Это Привести Свою жизнь В соответствии С твоим выбором Я хочу Чтобы было Вот так А потом Жалуюсь Ах у меня Нет сил Этого сделать Либо ты что-то Неправильно хочешь Да Либо Ну Уже Прими решение Попробуй Какое Усилие Сделать Вот мне кажется Понимаете Для современного Христианина Православного В первую очередь Да Пост Это Возможность Освободиться Освободиться От Того Что занимает Время И занимает Внимание Время И внимание Потому что Жизнь очень коротка И тратить ее На одно Имеет смысл На другое Не имеет смысла И вот Кто в центре Ведь Понимаете Когда Христос Говорит Что вы сделали Одному Из малых Сих Это ведь Не поэзия Некрасивые слова А это Вполне Реальная Реальность Мне кажется Это потрясающая Возможность Представляете Вот Бог На небе Небеса Небес Не вмещают Его И земля Подножия Ноб Его И вообще Вся материальность Лишь Слабый Отзвук Божественного Величия И ты туда Не допрыгнешь И вот ощущение Человека Ощущение Ужаса Этой страшной Стены Или пропасти Между нами И Богом Оно Если Входит Твое сердце Оно не может Тебя не раздавить И вдруг Оказывается Что у тебя Есть Обходной Маневр Возможность Попасть Прямо К нему Прямо На небо Не подпрыгивая Кто не искает Что-то Не подпрыгивая А просто Вот Любя Ближнего Деятельно Правда При этом Надо еще Иметь ввиду Как говорит Моя теща Прежде чем Помочь человеку Надо точно знать Что ему на самом деле Нужно Потому что Мы часто Пытаемся Так любить Ближнего Что он Бедный Не знает Куда деться От нас Но все-таки Понимаете Вот это Потрясающая Совершенная вещь Да не надо Никаких задач Духовной жизни Ставить Перед собой Ею надо жить Она заключается В том Чтобы Говорить Богу Иисус Ты так Меня любишь Что я могу На эту твою Любовь Положиться Опереться Опереться Знаете Как детей Учат плавать Маленьких Обычно Обычно Стоит Там Тячка Тренер Или Отец Или Неважно Поддерживает Его Снизу А он Там Вот Пытается Плыть На самом деле В нашей Духовной жизни Которая Как раз В том Чтобы Отдавать Людям Отдавать Богу В людях Свою любовь Своё призвание Вот именно Такая картина Мы опираемся На его любовь И ему В этом смысле Можно доверять Он не уберет Руку Чтобы мы Утонули Ну Чтобы не повторяться Я думаю Что будет Разумно Мне Сейчас Остановить